Сайрус Парса, основатель и генеральный директор компании AI Organization. Он говорит, что Китай – это центр плана по доминированию в мире с помощью биооружия, искусственного интеллекта и даже трансгуманизма. Он говорит, что в этом замешана семья Рокфеллеров, Джордж Сорос и Билл Гейтс. Но о чем же Сайрус собирается предупредить нас сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами на канале Перехват Управления. И у нас по скайпу Вадим Альбертович Петухов, разработчик и руководитель комплексной системы Астрокром. Здравствуйте, Вадим Альбертович! Добрый день! Расскажите нам в двух словах, что это за страшная такая система у вас – Астрокром. 37 лет занимаемся прогнозированием. Причем собиранием всех методик, благодаря которым можно что-то спрогнозировать, предвидеть, увидеть. Ну и, соответственно, нахождение их взаимосвязей. Для прогнозирования событий, судьбы людей, государств. Вот так вот занимаемся этим. Очень интересно. У нас накануне Новый год. Предстоит нам прожить високосный 2024 год. Что нас ждет? Расскажите нам ваше предвидение, ваши расчеты. Ну, для начала всех поздравляем с наступающим Новым годом. Тема очень важная, потому что все люди во все времена всегда хотели знать свое будущее. Вот. И для этого они обращались к разного рода гадалкам, прогнозистам, колдунам. Кого только не обращались. И самое же удивительное, где-то у кого-то что-то получалось. Гадают на кофе. Есть очень интересные моменты, когда попадают. Бросают карты. Прямо вот чудеса творят. По астрологии что-то. Причем разные методы. Бросание на косточках гадания, на пятки, на коленки. Я утрирую сейчас. Такое ощущение, что вся эта информация о прошлом, настоящем, будущем, она разлита где-то в этом пространстве. И люди каким-то образом, и не только людям, и животные те же самые. Те же самые погодные явления, какие-то облака. По ним как-то умеют предсказывать будущее. Вот как это? Вот это самое интересное. Поэтому сегодняшнее время, оно очень удачное для того, чтобы подвести итоги. С того года. Посмотреть на то, что оно нас ожидает. Во всяком случае, я не являюсь первоисточником для того, чтобы всем рассказать, что оно будет. Потому что я не занимаюсь гаданием. Надо различить, что такое гадание, что такое прогнозирование. Но во всяком случае, намеритесь какие-то векторы на то, что будет у нас в ближайшее время, а может немножко больше. И, собственно говоря, для этого, может быть, немножко мы коснемся того, как это происходит. КОНЕЦ КОНЕЦ